друзья всем привет с вами санек и сегодня такой коротенький видосик вот не для кого не секрет что я начал новый проект классика полноприводная вот поэтому сейчас начинаю самого простого мне нужно выровнять в эту переднюю крышку в простонародье колокол который я уже обрезал да надо его теперь все это четко выровнять так чтобы не было вот этих вот вот этих вот ребер которые мешаются для крепления там карабаса как это сделать в большинстве случаев народ просто берет строго на вас режет мужики есть способ еще проще еще легче еще быстрее еще ровнее в общем сейчас покажу как это дело делается никаких с этим проблем нет первым делом первым делом нужно достать сапун пока удобно да все это прикручено удобно две отвертки таких помощнее просто подцепляем сапун и как монтажка его поднимаем вверх просто найти нужна точку подходящего чтобы это все дело зацепить и подцепить вот он пошел все сапун достали он просто достается это для удобства чтобы он вообще не мешал все убираем его так ну как крышку снимать это понятное дело еще хотелось бы что сказать удаляем значит привод спидометра отсюда и глушим его глушим шпилька нам больше не нужно я ее уже сорвал и убираю совсем глушить буду глушками ушки продаются в автомагазинах где продаются всякого рода запчасти на автомобиле до знаете что на него на него эти места заглушены потому что датчик не датчик привод спидометра стоит на раздатках поэтому зачем нам здесь лишний аппендицит да поэтому здесь мы его заглушим вот как-то так ну давайте снимем сейчас крышку покажу покажу как это все дело происходит так Продолжение следует... Прокладка мне больше не понадобится. Кстати, надо помыть здесь будет от грязи. Грязь, мужики, грязь, грязь, грязь. Все это мы тоже помоем. Буду сажать на герметик. Хотя у меня есть комплект прокладок. Как-то так. Посмотрим. Отличный вал. Вообще замечательно. Все замечательно. Поменяю сальник. Заодно. Ну и все. Дальше. Беру кусочек мебели. Старой. Деверь с какого-то... Не знаю... Трилляжа. Но тем не менее. Мне нужна ровная поверхность. Вложу крышечку. Беру штангенциркуль. И в одно из отверстий. Меряю глубину. Сколько... Мне нужно... Расстояние до них. Так, чтобы... Их не зацепить. Лишнего не отрезать. Ну и... Не оставить. Да? Сделать ровненько. Что там говорить? Что там говорить? Так. Зафиксировал. В моем случае получается 2,25. Все их проверяем. Все отлично. И чтобы облегчить себе задачу, мужики, кусок, какой-то кусок, обрезок, да, профиля 20 на 40, в моем случае, может быть, он любой, и гвоздь. Гвоздь, но опять же, какой гвоздь? 120, вот, в моем случае. Все это дело теперь нужно вот так вот поставить и приварить. Итак, мужики, гвоздь прихватил на 2 прихватки. Произвольно. Вот как положил, так и приварил. Без разницы. Абсолютно. Здесь по плоскости. Дальше меряю нужное мне расстояние. Просто вставлю штангель. И... Подгибаю кончик до нужного мне размера. То есть, понятное дело, да? Все, выставил. В моем случае все отлично. Даже ровнять не пришлось. Вот оно как раз ложится на двадцаточку четко. Ну и дальше, что мы делаем? Мы просто рисуем линию. Берем, мужики, и рисуем линию реза. Не заморачиваясь вообще ни о чем, не задумываясь. Сюда, сюда. Сюда, туда. Повторяем весь контур карабаса. Как он идет. А, я сказал карабаса, да? Крышки. Достаточно, я думаю. Все. Нарисовалось, мужики. Нужная мне линия. Вот, я думаю, видно, да? Да, я думаю, видно. Что там? Что там говорить? По всей, по всей, по всей, по всей, как говорится, по всему периметру. Вот. И теперь зажимаем ее в тесы и срезаем. Процесс показывать. Итак, мужики, крышечку обрезал. Ровненько получилось все замечательно. Не знаю, вам видно, не видно. Но, тем не менее, толщина везде такая, какая мне нужна. Теперь удобно крепить какие-то уголки, да? Где мы будем крепить карабас? Все это культур-мультур, как говорится. Казалось бы, да? Обрезок какой-то трубы, гвоздь облегчил задачу. Просто капец, как облегчил задачу. Так что, никаких проблем. Сборку, конечно, показывать коробки не буду. Мне-то всем понятно, да? В дальнейшем. Все в дальнейшем. Ну, на этом, пожалуй, наверное, и все. С вами был Санек. Подписывайтесь, кто не подписан. Всем пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok